Вы уже сталкивались с таким? Работаете над своим сайтом Joomla, ушли там на какое-то время, попили чай, вернулись, начали переходить там какие-то настройки, создавать статьи, а потом у вас вот так вот, бам, вот так вас выкинуло. И, например, какие-то данные не сохранились. В этом видео информация о том, как увеличить сессию администратора сайта и забыть об этой головной боли. Установим бесплатный плагин в этом видео, который позволит больше не мучить администраторов сайта. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Информация для тех, кто не знает. Если кому-то нужен сайт, кто сомневается или у кого-то нет времени, вы всегда сможете заказать сайт у меня. Позвонив мне бесплатно, номер сейчас вы видите у себя на экранах, через приложение Viber или WhatsApp. Давайте обсудим ваш проект. А я возвращаюсь к теме урока. Гуляя на просторах Extensions Joomla, каталог расширений Всемирной Joomla, я наткнулся на плагин. Ну, естественно, я давно узнал уже об этом плагине, они разные бывают. В общем, я расскажу, в чем суть, почему выбрасывает иногда администратора вот так вот. Или это, может быть, выбросило с фронтальной части сайта. То есть, кто не знает, фронтальная часть сайта – это вот эта часть сайта, лицевая часть сайта. Та часть, которую видят все пользователи вашего сайта. Соответственно, вы, как администратор, тоже ее видите. Если у вас есть здесь формочка входа на сайт, логин и пароль и войти на сайт, да, здесь у меня нет сейчас. Но если вы используете, так же можно здесь для администраторов это сделать. Как это работает? Смотрите, изначально в глобальных настройках Joomla здесь система. В самом низу параметры Sessi это у нас. За это отвечает как раз таки. Вы можете навести мышь сюда и прочитать. Автоматически завершает сеанс пользователя, если он не выполняет никаких действий в течение указанного количества минут. То есть, тут 15 минут стоит. И в целях безопасности вот это значение не надо прибавлять. То есть, например, там час, два, три поставить. То есть, через 15 минут, если человек на сайте ничего не делает, сайт его выкинет с авторизации. Но проблема в том, что как раз таки эта вся опция, она влияет и на нас с вами, на администраторов сайта. То, что крайне неудобно. То есть, нету здесь опции у Joomla, чтобы мы могли назначить сессию для администраторов, например, какую-то долгую, да, и чтобы это не влияло на безопасность сайта. То есть, мы сюда с вами не смотрим, ничего не делаем. 15 минут стоит, для всех пускай стоит. Но для нас, для администраторов, мы установим бесплатный плагин. Сейчас перед вами сайт разработчика. Вот так называется данный плагин. Ссылку на данный плагин, чтобы вы скачали, я оставлю в статье на своем сайте fedor.com. Ну, и если вы смотрите с YouTube, вы сможете перейти на мой сайт по ссылке в описании под этим видео. Теперь, установка. Как обычно, покажу процесс для совсем новичков. Итак, вот окно моего компьютера. Вот этот плагин. Просто перетаскиваем в эту область. Идет установка. Вы увидите вот такое вот сообщение на английском, что успешно у нас все установилось. Теперь о настройках. Переходим. Расширение плагина. Чтобы сразу их здесь наверху увидеть, нам нужно отсортировать. В правой части кликаем по ID. Кликаем еще раз. Чтобы наши два плагина увидеть здесь наверху. То есть, мы установили один плагин, но по факту их два здесь поставилось. Admin Session Extend. Admin Session Extend. Но на самом деле, типы разные у них. Это системный. Это юзер. Смотрите. Вот вверх не заходим. Здесь настроек нет. Он просто должен быть включен. Вот он включен. После установки он автоматически включен. Галочка здесь тоже стоит. Видите, да? Сюда заходим. Здесь есть небольшая настройка. Вы просто для себя решаете, для какой части сайта для вас, для администраторов, нужна большая сессия, чтобы вас не выбрасывало каждые 15 минут. И здесь выбор Frontend. Для тех, кто не знает. Фронтальная часть сайта, то есть лицевая часть сайта. Если вы здесь авторизованы на сайте, и вам нужно здесь находиться, чтобы вас не выбрасывало каждый раз через 15 минут, тогда вы оставляете здесь Frontend. Если Backend, это админская часть. То есть это, чтобы вас, когда вы находитесь в админке, вот так вот раз выбросило, и придется опять авторизовываться. Вот именно в админке, чтобы не выбрасывало, то вы выбираете здесь Backend. Или можно выбрать вот этот третий вариант. Это называется и то, и другое. То есть и в админке вас не выбросит больше, и с фронтальной части сайта также вы будете находиться авторизованно на сайте. Подчеркну, это только работать будут, вот эти плагины, только для администраторов сайта. Для всех пользователей, можете не переживать, будет работать общая сессия в 15 минут. На этом видео я заканчиваю, и увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok